Всем привет, как всегда актуальные новости, заваривайте чаек, но я лично пью кофе. Напоминаю, тренд у нас восходящий, а также сейчас мы находимся в консолидации, а именно в Апплейте. Канал у нас также восходящий и никакого медвежьего настроения здесь нет. Но вот что касается азартных людей, они думают по-другому. У них настроение меняется каждые 5 минут. Перестаньте торговать на фьючерсах. Если вам говорят, что будет рост, это не означает, что он должен произойти именно сейчас. Ни один паттерн нормально не отыгрывает. То хомячок, которое позаходило в лонги, их всех позбревали и еще будут сбревать. Это прекрасно мы видим на графике ликвидации. Вчера лонгов было сбрита на 73 миллиона долларов, позавчера на 248. Перестаньте шортить, перестаньте лонговать. Вы посмотрите, человек лонгует биткоин. Но куда вы лезете? Зачем? Оставьте все ваши активы сейчас, докупайте, усредняйте позиции и в будущем вы останетесь в плюсе. У вас будет денег намного больше, чем у тех, кто сейчас торгует на фьючерсах и трейдит в целом. Лично я как считаю, лучше оставить то, что у тебя сейчас есть на споте, чем все это проиграть на трейдинге. На споте можно зарабатывать в средний срок. Люди даже умудрились на GMT заработать, но я лично этого не советовал. Я не захожу в активы сразу после лисинга. Это большой риск для меня. Самое главное в инвестициях, это минимизировать свои риски. Если ты это прекрасно понимаешь, то никаких больших потерь ты не понесешь. Но если ты мало что понимаешь в биржевой торговле, и ты не умеешь правильно распределять свой фиат, не знаешь, что покупать, когда покупать, когда фиксировать свою прибыль, то для тебя я создал закрытый чат в телеграме. Там я всю работу буду делать за тебя. Если тебе интересно, пиши мне в личку, можешь задавать любые вопросы. Я полностью для вас открыт. Несмотря на то, что биткоин откатился почти на 60%, наши портфели тоже несли потери. Но минус составлял всего лишь от 15 до 20%. Поэтому если правильно распределять фиат, знать, когда покупать, что покупать, то ты будешь нести меньшие потери, чем общий рынок. Индекс страха и жадности перевалил в чрезвычайный страх. То, что я вчера вам и говорил. Если мы чуть-чуть еще подзбреем лонгистов, то, что и произошло сегодня, мы упадем в чрезвычайный страх. А это лучший момент для того, чтобы добирать свои активы. Те люди, которые смотрят меня каждый день, они прекрасно понимают, о чем идет речь. Вот, собственно, как я вчера говорил, так и произошло. Нужно подождать всего лишь один день, и мы получим большие скидки по альткоинам. А именно, эфириум классик 21% скидка за месяц. Дэш 21% также. Зеткэш 13%. Запоминаем, вот эти все альткоины нужно рассматривать к покупке. Лайткоин 12%. ICP стоит 16 долларов. Мощный долгосрочный проект. И, кстати, все, что сейчас я перечислил, это все долгосрочные инвестиции от 1 года. Но напоминаю, то, что у некоторых из них будет скоро халвин. Буквально через пару месяцев. Токенбэйк или альпака. Также монетка Зил. Их покупать пока что не нужно. Будем ждать коррекции и докупать и усреднять свои позиции. Сейчас на рынке очень много активов, которые стоит покупать на дне. И они, собственно, лежат на дне. Про них никто не знает. Об этом я рассказываю в своем закрытом чате Телеграм. Но для того, чтобы не быть многословным, я все-таки назову вам пару активов, которые стоит докупить в средний срок. Это обязательно Дода, а также Бургер. Это два прекрасных актива, которые уже в этом году дадут свой профит. По Додо я жду минимум 4 доллара. А по Бургер Свапу у меня ожидание около 20 долларов. Это только начальная отметка. И также в дальнейшем я буду ждать перехать данного актива. Рассмотрите также ману в покупке. Это у нас игровой токен. Он высокорисковый, поэтому вкладывайте небольшой процент от депозита. Максимум 5 процентов. Если такой актив даст 15-20 тиксов, будет очень обидно, если бы вы не вложили до пампа хотя бы 50 долларов. Вы поймите, что активы пампят одной зеленой свечой. Вы не успеете залететь в ракету. Нужно сейчас все покупать, пока лежит на дне. Пока про них все забыли. Смысл заходить в крипту, когда она уже на пампе. Но заработаете вы 50-60 процентов за 1 час. Ну а смысл? Лучше сейчас вложиться и через год заработать 20-25 иксов. Моя стратегия заключается именно в этом. Но вы должны понимать то, что криптовалюта изначально является большим риском. Не вкладывайте все деньги. Допустим, 50% зарплаты вы откладываете на жизнь, на семью, на еду, на квартплату. 30% вы вкладываете в криптовалюту. И 20% вы вкладываете в фонду, золото, серебро, все что угодно. То есть у вас должна быть диверсификация ваших средств. Не нужно закидывать все в одну корзину. Ну а мы идем дальше. Отвечай на вопрос подписчика. Игорь Агеев задает вопрос. А какая цена будет у EPX? Он будет торговаться на бирже? Если да, то на какой? И что значит Эллипсис 2.0? В нем будет использоваться только EPX? То есть EPX станет никому не нужен? Значит соскамится? Объясните, пожалуйста, популярнее. Я продал все монеты EPS, так как не понимаю данного процесса миграции. Хотя график его мне нравится. Так вот, Игорь, ты сделал большую ошибку. Лично я покупал, покупаю и дальше буду продолжать накапливать данный актив. Тебе нужно было посмотреть внимательнее мой ролик, так как обменять данный актив можно уже сейчас, на официальном сайте Ellipsis Finance. 1 EPS будет приравниваться к 88 EPX. Миграция токена это не новшество. Уже многие компании это делали и не раз. Если есть желание обменять сейчас, то заходим на Ellipsis Finance и меняем токены 1 к 88. Если не хочешь париться, то заходи на биржу Binance и читай новости. Вчера вышла новость от Binance именно про Ellipsis. Читаю дословно. С 3 по 6 мая этого года Binance приостановит торги на споте и мараже. Делистинг EPS и отмена всех активных ордеров по монете произойдет 9 мая. Распределение EPS 1 к 88, то есть 1 EPS приравнивается к 88 EPX. Распределение произойдет так же, как и на официальном сайте. Листинг торговых пар EPX USDT и EPX BUSDT произойдет 18 мая в 4.00 по UTC. Binance так же сделает отдельные анонсы о миграции токенов и так же о листинге торговых пар EPX USDT. И в общем, если у тебя есть данный актив EPS, либо ты сам меняешь на официальном сайте 1 к 88, либо просто держишь их на Binance и не паришься, все сделают за тебя. Распределение монет я уже сказал несколько раз 1 к 88. Так же, как я и говорил в своих предыдущих роликах, то что Binance все сделает за вас. Не нужно суетиться. Вот человек посуетился, он продал все свои активы. Зачем? Непонятно. Чем быстрее ты вернешь свои активы, тем для тебя будет лучше. Перестань мыслить как хомяк. Никуда этот проект не денется. У него очень крепкий фундаментал. А так же, если тебе эта информация поможет, я лично держу этот актив у себя в портфеле. И на будущее переходи иногда в эту вкладку новостей, иногда здесь попадается довольно ценная информация. Ничего сложного в этом английском языке нет. У нас есть Google переводчик, он все прекрасно делает. Мне повезло больше, так как я живу за границей, мне приходилось немного изучать английский. У меня на сегодня все. Всем до завтра.